Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 28 июня в поселке Ильском. По предварительным данным, водитель грузовой фуры, двигаясь по улице Мира, не справился с управлением. Грузовик снес дорожное ограждение и въехал во двор жилого дома. Вышел, приехала машина, все, все и случилось. – Во сколько это произошло? – Ну, почти в шесть. – Никто не по странам? – Ну, вроде как нет. Ну, сейчас будут машину вытаскивать, там под колесами посмотрим. Услышали хлопок, услышали шум, выскочили, и уже стоит машина. Все, подбежали к шоферу, что с шофером случилось. Помогла ему выйти с этого самого, с кабины. – Я пробовал монтаж. – Немножко оказала помощь, там царапины, кровь была немножко. К счастью, в момент аварии во дворе дома не было людей, поэтому в ДТП никто не пострадал. Сам водитель тоже никаких серьезных травм не получил, а вот забор и навис частного домовладения оказался разрушен. Машину уже достали из-под разрушенных частей территории дома с помощью спецтехники. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали произошедшего. Задать вопросы районным специалистам смогли жители Черноморского городского поселения в рамках выездной приемной. На встрече присутствовали глава Северского района Адам Джерим, его заместители, руководители всех служб и ветос муниципалитета, а также глава администрации Черноморского городского поселения Сергей Таравик. Такие встречи не случайно полюбились жителям. В одном и том же месте в одно время можно попасть на прием к любому районному специалисту, чтобы попытаться решить свои насущные проблемы. Как и во всех поселениях района, гражданам волнуют одни и те же вопросы. Это газоэлектроснабжение, благоустройство, здравоохранение. Самая острая проблема, особенно в летний период, перебоя с водой. Стоит отметить, что это заключительная выездная приемная. Все вопросы, озвученные на встрече, поставлены на контроль для дальнейшего решения. Вопрос благодарности вынес главврачу центральной больницы Северской. Я обратился по поводу лекарств. За полчаса мне все сделали, выписали, выдали. Встречи с людьми надо и почаще. Чтобы каждый свое наболевшее высказал, услышал ответ и надеялся, что все будет хорошо. По завершению выездной приемной глава района встретился с активом. На собрании обсудили планы и задачи, касающиеся социального развития Черноморского городского поселения. Граждане без гражданства. Такая проблема, к сожалению, имеет место быть. Причины ее различны. Ошибки при оформлении паспорта, отсутствие данных, подтверждающих российское гражданство. К тому же в стране до сих пор проживают лица с паспортами СССР. Получение гражданства имеет ряд преимуществ. К ним относится возможность получения бесплатного образования, медицинской помощи, пенсии, полагающихся льгот, а также право участвовать в выборах. В 2016 году оформлена новая редакция федерального закона о получении необходимого статуса гражданина Российской Федерации до 1 января 2020 года. Рассчитана она на граждан бывшего СССР, получивших паспорт до 1 июля 2002 года, но впоследствии не признаны гражданами России. Лица с паспортами старого образца могут обратиться в отдел по вопросам миграции, отдела МВД России по Северскому району, по адресу Станица Северская, улица Комарова, дом 2, 105 кабинет или по телефону 8 861 66 2 13 37. Жители Кубани вовсю балуют долгожданное лето. На улице жаркая погода набирает оборот период отпусков изобилия натуральных витаминов в овощах и фруктах. Казалось бы, можно расслабиться и наслаждаться жизнью, но не тут-то было. Терять бдительность нельзя даже в такое, казалось бы, беззаботное время, ведь именно сейчас нас подстерегают такие сезонные проблемы, как кишечные расстройства и другие летние инфекции. Это действительно очень распространенная проблема, несмотря на все меры профилактики и ежегодные предупреждения со стороны врачей. Фрукты и овощи, которые покупаются где-то на рынках, это не значит, что в море можно это помыть. Или же в море помыть руки и начинать все это кушать. Ни в коем случае. Все это должно обрабатываться водопроводной водой, или же кипяченой, лучше всего, водой. Обязательно соблюдать гигиенические нормы, элементарные гигиенические нормы. Это мытье рук. Почему? Потому что многие инфекции, особенно кишечные инфекции, называются болезнь грязных рук. И на море, еще раз, кто отдыхает, ни в коем случае не берите с собой какие-то салатики, то есть скоропортящиеся продукты, потому что на море все это быстро портится, оно не находится в холодильнике и не проходит нормальную термическую обработку. Вернее, не термическую, а в холоде не содержится, нет холодильника. Поэтому с собой брать эти продукты не стоит. Дома обязательно проверять нужно хранение всех продуктов скоропортящихся и ни в коем случае не употреблять пищу, если они уже вызывают у вас сомнения и долго хранятся. Лучше это выбросить. Опасаться стоит не только продуктов питания. Кроме них, источником кишечных инфекций может стать, например, море и водоемы. Хотя многие водоемы непригодны для купания, люди продолжают вовсю плескаться в них, совершенно не думая о завтрашнем дне. Там же резвятся и маленькие дети, которые еще более уязвимы к разным родам инфекциям. А их в этой самой воде может быть великое множество. Например, кишечная палочка прекрасно живет, размножается в теплой воде. Но надо не забывать, что могут быть и вирусные инфекции, которые может передаваться в водоемах стоячих, даже, например, при купании, когда попадают они в полость рта, на слизистую глаз, и об этом тоже помнить. Поэтому не нужно купаться в стоячих водоемах и в бассейнах, где не уверены мы, что там проточная вода, что находится этот бассейн под наблюдением, что отвечает всем нормам, которые требуются в этот сезон, жаркий сезон, и проходит противоэпидемическую обработку. Море, по тому, что оно соленое, содержит много, оно занимается даже, может проходить самоочистку. То есть, в принципе, море даже обеззараживает многие даже кожные заболевания и советуется морское купание. Но нужно не забывать, что температура сейчас очень высокая, и море у берега не успевает очищаться от такого большого количества людей, которые находятся на отдыхе. И ведь мы прекрасно знаем, насколько бывает загрязнено это море отходами людскими, несоблюдениями гигиенических норм. Поэтому, опять-таки, если решили купаться, и вы хорошо плаваете, лучше от берега подальше отплыть. Детям рассказывают, чтобы они не заглатывали морскую воду, как-то наблюдать за ними. Какие все же симптомы указывают на то, что мы имеем дело с кишечной инфекцией? Проявлению болезни всегда что-то предшествует. Или вы съели что-то несвежее, например, пирожное с кремом, или выезжали на природу и купались в озере. На ровном месте болезнь возникнуть не может. Поэтому врачи задают кучу вопросов, чтобы понять, откуда пришла беда, а не из праздного любопытства. Если появились какие-то жалобы на расстройство кишечника, на температуру, которая, ну, трудно определить, с чего она возникла, лучше, конечно, обратиться к медицинским работникам, чтобы они поставили правильный диагноз. Но можно и самим до обращения к врачу помочь. Что можно сделать? Ни в коем случае не надо начинать с приема антибиотиков, потому что я опять повторюсь, что многое вызывается и вирусами, где антибиотики не назначаются. И нужно помнить о том, что антибиотики многие ухудшают течение инфекции, которые вызываются другими инфекциями. Поэтому можно применить адсорбенты, ну, самый элементарный активированный уголь, все уже знают смекту, энтеросгель, ну и другие адсорбенты. И самое главное – это обилие приема жидкости, то есть обильное питье. И помните, что помочь в борьбе за собственное здоровье может только квалифицированный врач, поэтому не занимайтесь самолечением, берегите себя и своих детей. Уборка жилища. Все жильцы района относятся к санитарному состоянию придомовых территорий ответственно. Например, бузину все хорошо знают по своеобразному и слегка дурманящему запаху во время цветения и множеству соцветий молочного цвета. Она вовсе не прихотливая грунтом и растет чуть ли не рядом с каждым домом. Люди, знающие, высоко ценят растение за его целебные свойства. Но полезным и лечебным продуктом является только черная бузина, а вот красная считается растением ядовитым и опасным для человека. Красные ягоды ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в пищу, даже если вы просто соприкоснулись рукой с красными ягодами, их следует тщательно промыть с мылом. А если контакт произошел со слизистой, то лучше незамедлительно обратиться к врачу. Связано со временем цветение бузины и аллергия на ее пыльцу. Наиболее частыми симптомами аллергии является бронхиальная астма, аллергический ренит. Это зуд и щекотание в носу, покраснение кожи носа, чихание и аллергический конъюнктивит. Поэтому каждому стоит помнить, что если у вас нет аллергии, это не значит, что завтра заболевание вас не настигнет. Так что пренебрегать уборкой такого растения и других сорняков на придомовых территориях явно не стоит.